всем привет народ с вами варчик видос про игру сурвариум в принципе эта игра никому не интересно как и этот видосик возможно тоже никому не будет интересен поскольку а кому нужен этот сурвариум кто-то про него слышал кто-то в него играл но так или иначе онлайн дворе маленький и в целом никому это не интересно но на мой взгляд эта игра заслуживает большего на мой взгляд эта игра в 2018 году недооценена но перехваливать ее тоже не стоит начнем с того что многие игроки на форумах там каких-то группа вконтакте видосики на ю тубе снимают всем они недовольны все плохо в игре кому-то нужен открытый мир кто-то там в ранговых боях недоволен что кто-то ему руинит катку надо пересмотреть начисление этих рангов так чтобы тот кто проиграл но тащил что-то тоже получил нужно вообще эти ранги перенести просто в обычные бои и награждать тех кто тащит кто-то там все хочет перелопатить кто-то за введение единого уровня кто-то против кто-то хочет больше атмосферы введение каких-то там аномалий такие которые были раньше кто-то за кто-то против кому-то больше атмосферы кому-то больше шутера надо в общем все недовольны но на мой взгляд сурвариум очень замечательная игра и даже в платных играх не во всех есть такой контент и в принципе настолько готовая игра как в сурвариуме в бесплатной игре я наверное никого не обманул если скажу вам одну такую простую вещь сурвариум самая красивая анимация и внешний вид оружия ни в одной игре я не видел настолько красивых пушек как они хорошо выглядят металл металлический пушка плавненько в руках немножечко качается все так анимирована буквально с любовью очень замечательно здесь нету как в call of duty 4 какой-то там непонятный дрын железный в руке и все качается бежишь как будто бы у тебя эпилепсия здесь нету какой-то недоработанности как в пупе здесь оружие реально выглядит очень красиво это наверное самый огромный плюс этой игры настолько проработанного офигенного оружия я ни в одной игре не видел может быть еще в таркове но почему-то не знаю мне в сурвариуме нравится больше когда собирается бой без ботов и все стараются играть очень интересный бой получается прям чувствуется что люди начинают думать там как-то по тактики бегать обходить умирать от твоих уловок кто-то начинает как-то по-другому заходить как тобой развивается и тот кто приспособился лучше тот и победил это очень интересно и это все одна очень быстрых скоростях ну если вы конечно не в тяжелой броне как я в этом бою ползаю как улитка но это я решил потестить о чем у там такое тяжелая броня поэтому ползаю как улиточка также еще немаловажно из плюсов что в этой игре очень сильно нравится это локации каждая локация несет в себе какую-то свою атмосферу и ты прям кайфуешь от каждой карты карту которую вы сейчас видите на видео это наверное одна из моих любимых по атмосфере но я бы не сказал бы что остальные карты прям ужасные по атмосфере просто это мне как-то больше зашла я люблю всякую там зелень а тут прям какие-то целые джунгли на мосту разрушенном это офигенно и при этом при всем это бесплатная игра ты просто скачал ее и просто и рай кто-то может подумать что здесь есть какие-то как обычно в бесплатных играх донатные пушки которые всех нагибают да здесь есть донатные пушки но не такие же как прокачиваем и разве что там какие-то на них камуфляжики шума муфляжики и бонус к серебру да блин это просто на и замечательнейшая игра из бесплатных очень важный плюс по сравнению с остальными шутерами здесь нету рандомности в стрельбе какой рисунок у твоего оружия в стрельбе есть так ты и учись с него стрелять правильно контролируя отдачу все здесь нету такого как в убге присел там наклонился задержал дыхание на шифтик начинаешь стрелять а у тебя пушка просто дергается в разные стороны непонятно как зато в следующий раз делая то же самое начинаешь стрелять отдачи нет вообще здесь такого я вообще не ощущаю у тебя пушка все время стабильно стреляет так как ты все время с ними стреляешь какая у нее отдача есть такая и есть но давайте поговорим про минусы этой игры на мой взгляд чего и не хватает и чтобы я в ней доработал на мой взгляд больше всего в этой игре не хватает работы с игроками в плане удержания аудитории большинство игроков сурвариум заходят сурвариум поиграют один раз в год чуть-чуть побегали бросают игру приходят еще через год опять чуть поиграли опять бросили игру здесь нету какого-то удержания чтоб тебя игра схватила и не отпустила другие игры как-то больше тебя чем-то цепляют и держат в себе плюс еще немаловажно в каждой из таких цепляющих игр есть какие-то огромные турниры с призовыми фондами с колоссальными стримами где большая аудитория смотрит им очень интересно смотреть соревнования в этой игре должны быть какие-то уникальные призы также еще должны быть какие-то лиги в которых тоже уникальные призы должны быть какие-то уникальные скины дорогие даже скины должны быть люди должны хотеть чего-то в игре должно быть что-то недосягаемое которое у кого-то есть но большинству недоступна человек что-то всегда должен в игре хотеть люди должны получать шоу людей должно завлекать представление какое-то здоровенный турнир люди должны на слуху иметь эту игру люди должны слышать про эту игру много везде для этого сейчас нужно развиваться в медики я вообще ни разу не слышал чтобы какие-то турниры были в сурвариуме может быть они когда-то и были но так чтобы я об этом услышал я такого не ощутил даже тот же самый какой-то там варфейс я ни разу в жизни него не играл и вообще не представляю что там в игре происходит там когда-то был большой турнир наверное какой-то я каким-то образом попал на тот стрим и там было очень много зрителей по дотам есть большие турниры с кучей зрителей папу богу то даже в картошке world of tanks там тоже все это происходит только там сейчас закрыли киберспорт все киберспорт смены разбежались но все равно иногда всякие турниры проходят без этого никуда без этой составляющей не будет никогда в жизни людей в игре и после того как это все произойдет появятся и люди и ресурсы и какие-то свежие идеи и развитие в игре это моя такая вот мысль на мой взгляд пока всего этого не произойдет сурвариуме ничего не будет в плане грандиозного прорыва вперед и после того как все это произойдет если вдруг я надеюсь было бы неплохо и там уже есть кое-какие проблемы которые даже я играя раз в год в сурвариум хоть я и довольно таки думаю что неплохо играю в него но мог бы играть лучше если бы я не раз в годы в него играл я замечаю что есть косяки и при нужных ресурсах разработчики бы по-любому их исправили и наверное даже знают какие косяки в игре есть но сейчас я читаю на форумах чаще всего вижу такие слова у разработчиков нет ресурсов недостаточно людей там или все в таком духе они бы ввели и женские персонажи в игру и дыма ухи бы доделали потому что сейчас они ужасные дыма уха должна быть с маки так называемые на разных настройках и на низких и на высоких должны выглядеть одинаково это должен быть просто однородный сплошной густой дым который так сказать закрывает какую-то зону и там ничего не видно никому с любыми настройками а сейчас смоки это какие-то куски кривого дыма они еще и выглядят не очень но это на мой вкус там уже можно было бы и какие-то анимации доделывать там анимации аномалий добавлять какие-нибудь звуки которых не хватает там звук лечения звуки еще чего-нибудь остальные анимации там всяких различных расходников которых тоже не всех которые тоже не все есть можно было бы подумать про какие-нибудь различные ангары в меню для различных группировок чтобы все было атмосферно проработать какие-нибудь может новые ветки умений там бы дело уже пошло в гору ну и сервера подкрутить тоже бы не помешало если людей будет больше то лагов желательно не иметь в игре вообще но что я вижу сейчас с урварю вроде бы разработчики работают какой-то там новый движок прикручивает игра становится все красивее и красивей но все же это все как-то медленно и людям мне кажется не совсем это интересно так долго следить за такими неинтересными развитием игры но с другой стороны если бы они в перерывами между патчами наблюдали бы какие-нибудь турниры большие следили бы за какими-то известными стримерами по вашей игре им было бы чем заниматься им было бы интересно находиться в этой игре их бы что-то зацепило кого-то бы какой-то скин дорогой зацепил бы кого-то в игре удержали крупные турниры кто-то бы нашел себе любимого топового стримера и смотрел бы как он играет и тем бы самым тоже играл бы оставался в игре нужно как можно больше сделать вещей за который бы онлайн цеплялся а не хотел убежать также еще немаловажно что нужно доработать в игре это оптимизацию поскольку имея i7 77 2 0 каштаз его оперативы и видеокарту gtx 1070 выставив все на ультра настройки и включил в стрим vbs с девятью тысячами битрейда в некоторых местах можно получить fps 50 но в основном fps держится на уровне 90 но если где-то где куча травы выйти на открытую местность то такая замечательная настройка как тень от травы просадит твой fps просто в дно но если убрать тень от травы каким-то замечательным и чудесным образом fps вырастает очень сильно при тех же самых обстоятельствах в игре world of tanks на ультра настройках fps у меня никогда в жизни не падал ниже 100 при тех же самых условиях в не самой оптимизированной игре player knows battlegrounds fps у меня может упасть там в самых больших городах глядя на них с далека когда много чего прорисовано в экране fps может упасть до 80 а чаще всего он всегда держится больше 100 то при маленьких локациях сурвариума падающий fps до 50 как-то немножко огорчает но в целом fps держится на уровне 90 это конечно хорошо но если бы эти 90 не падали в некоторых местах до 50 было бы все хорошо особенно эта тень от травы это нечто как она просаживает fps просто жуть ну и после всяких оптимизации можно было бы заняться атмосферой карт доработал окружение вокруг карты поскольку если присмотреться то можно получить какую-то кровь взялась глядя что происходит вокруг карты она конечно пытается поддерживать атмосферу но если присмотреться лучше не смотреть оно должно выглядеть просто как картинка на фотографии замечательная четко при этом не просаживать fps да возможно это трудно и над этим надо работать но в остальных играх уже все сделано и при высоком онлайне нужно будет заняться даже такими незначительными вещами ну и куда же без контента если появятся новые игроки и будет много их нужно будет ежемесячно кормить всяким новым контентом новое оружие новые какие-то скины новые какие-нибудь ивенты мероприятия турниры патчи новые карты новые все новое нужно будет им предоставлять игроки попавшие в какой-то мир одной игры они не должны оставаться сами с собой у них должно быть какое-то меню в этом месяце турнирчик в следующем обновление новый контент еще что-нибудь какие-то топовые стримеры которых они могут досуге посмотреть которые будут завлекать ответы разработчиков отчеты про работу также если на кого-то жалобу кинули должен прийти отчет забанили этого игрока не забанили там туда-сюда был ли он читером какой какая мера пресечения ему была там бампер мочом или нет игрок должен чувствовать что его слышат и что он попал уже в какой-то комьюнити а что я вижу сейчас я захожу в сурвариум включаю стрим меня начинают всех уисосить потому что я то активно играю то решил постоять меня все пытаются в этой игре чему-то научить я не против учиться в этой игре только почему-то все учения зрителей в игре сурвариум заканчиваться на том чтобы оскорблять друг друга в чем здесь помощь другим игрокам в оскорблениях я не знаю пока что я вижу только отвратительное отношение комьюнити сурвариума кроме срача я не вижу ничего где-то же должны быть сурвариуме замечательные люди с вами был варчик играть красиво пока а